доброе солнечное друзья да у нас опять солнце в этом году нас осень не перестает радовать и листья еще зеленые посмотрите вовсю наверное радует потому что лето особо не додала говорит хотя бы осенью погреться но на следующей неделе вроде все испортится у меня гуляш обещанный что-то мясо жестковато я вам скажу хотя свинька я потушу я думаю что будет ничего и оказалось что меня мало лука дома сейчас в общем я обжарила сначала чуток мяско добавила лук морковку еще пожарю пожарю постали поперчу томатную пасту сахарок чуть-чуть муки для густоты и залью водичка буду тушить а на гарнир не знаю может картошечка картошка всему голова всемуся больной и как сегодня в порядке полным я сказала вы даже вы просто с ума сходят дома не знает чем заняться я сейчас гуляшек готовится чё думаю что делать потом белье стоит до сих пор не утюженная дела есть но милана меня прям попросила сходить в город и купить ей платье сегодня она идет театр у них там репетиция но уже все должны быть в платьях там каких-то как сказать не классических ну в элегантных что ли и короче у нас по размеру ничего так и не нашлось дома милана говорит надо купить она еще до этого говорила но она болела потом как-то нам не было времени она говорит ну сегодня театр но я уже хочу с собой его взять и после школы реально не получается у нее купить наверное либо только сразу вот она придется школы прям сразу идти по пути потом в театр я вот я думаю сходить мне в город или все-таки с ней после школы без нее но без нее тоже видишь и потом я вот себе в голове прикинула чтобы она сейчас придется школы я могу взять спортивную сумку пойти с ней в город по пути купить платье отвезти в театр и там рядом пойти в спортзал идея хорошая да это время заодно убью тебя не придется на машине папа галактики но меня напрягает что сумку таскать тяжелую мне придется по магазинам в город как-то у меня спортивная сумка последнее время тяжелая очень я думаю вообще наверное мне уже рюкзак покупать и конечно спортивно идти нет я не хочу надо мне какой-то рюкзак наверное на спину потому что я ношу меня на одной лямке если его так вот перетягивает короче может быть потом после спортзала ты хотя бы нас заберешь в общем решим планы пока у нас такие размытые на сегодня осли камеры балкаю сейчас я вам покажу как я калории считаю меня спрашивали в инстаграм я сказала что на видео расскажу подробнее кстати о калориях я похудела за четыре дня получается на килограмм сегодня 62 ровно красотка красотка не красотка но я знаю точно если бы я не ходила в спортзал и было бы результат еще лучше потому что вчера было немножечко рост наоборот наверх и мне начали болеть мышцы я понимаю что это связано именно с залом я уже не первый раз замечаю что когда я начинаю ходить спортзал самом начале у меня вес начинает подскакивать а потом уже идет обратно потихонечку вниз но если зал не ходить вес уходит быстрее это вода до саша не водка мы будем идти дальше медленными шажками единственное что меня смущает это то что 1 октября у мамы день рождения и мы добрый старом я весь день буду просто до вечера держаться и потом я позволю себе наезд и следующий день я опять буду меньше кушать значит мил тоже должен быть правильно ведь слушай мне кажется ни разу месяц даже не выдержал на калориях нет нет вот поза не в этом году подожди в прошлом году я после нового года стала худеть считать калории где-то наверное в начале февраля и я продержалась до апреля числа двадцатого то есть до пасхи пока вы включи шоколадки шоколадные зайцы не пошли я тогда похудела очень хорошо до пятидесяти семи килограмм и справедливости ради после этих вот пасок и зайцев как сказать раскодировалась начала их есть уже жестко потом не считая никакие калории я еще два месяца держала не набирала вес несмотря на то что я не считала ничего и ела что хотела а потом постепенно не резко постепенно начал подниматься да поставим тебе планку 57 килограмм как собирать каком это число но к новому году подожди то октябрь ну да потому что сначала вес будет быстро уходить а потом очень мило так если ты не сделаешь то что как-то замотивирует что ты сделаешь ничего не сделала давай мотивируешь дожди рука затекла давай мотивируемся давай мотивируюсь давай если я не похудею до пятидесяти семи килограмм ну кома сколько то может быть пятьдесят семь кома там кома мы не считаем просто что первая цифра была 57 да ну если я это не сделаю не тряси ногой ты камеру трясешь то я войду в новый год толстухой а там ничего от этого плюс какой-то и два реально ну какой реально что ты хочешь реально думай не знаю если то что ты подумала и ты будешь толстухой мне это не надо будет короче мы потом обсудим это что-то материальное ах ты как это сказать корыстный человек да как и обещал расскажу как я считаю калории все очень просто для начала должно быть приложение на телефоне так удобнее всего считать взяла сашин телефон потому что на мой сейчас меня саша снимает поэтому я буду показывать с его телефона саша тебя есть хова и стандартное приложение не не знаю в общем для тех кто пользуется самсунгом у них есть вот прям на мой вкус идеальное приложение здоровье или как-то так он называется и там уже есть программа чтобы считать калории в хуавей к сожалению не так это все удобно я не помню в принципе был ли такое когда я пользовалась сама хуавей я скачала приложение самсунговская и какое-то время я им пользовалась пока почему-то меня не выкинула оттуда видно кто-то прочухал что такие я не пользователь самсунга и я долго когда я забросила считать калории и долго искала альтернативную программу скачивала много разных читала отзывы мне как-то все было не то и и вот недавно я заточилась опять с этим вопросом и нашла и скачала приложение live zoom похудеть за три недели тут есть рецепты планы разный профиль в общем татьяна я худею похудели на 06 ну потому что я и раньше задавала изначально меня вообще 61 килограмм был когда я здесь регистрировалась тут видите каждый день фиксируешь свои свой вес это вот я честно фиксировала начала видите в мае потом хоп-хоп-хоп похудела потом хоп-хоп-хоп прыгнула вверх и вот сейчас медленно уверенно иду опять вниз так вот как я считаю калории каждый день у них вот обновляется вот такая вот новая страничка тут ты отмечаешь сколько воды ты выпиваешь внизу завтрак обед ужин перекус физические нагрузки тоже сам добавляешь тут показано сколько съедено сколько осталось почему-то до этого четыре дня подряд мне показывала 1600 калорий что мне нужно съесть теперь мне показывает 1300 хотя я все время ориентировалась для себя где-то на 1300 вот это вот белки жиры углеводы я это все не учитываю это если тоже удобнее в самсунге там такие как диаграмм идут для меня главная задача это вот вбить допустим завтрак я реально еще не ела хоть уже и два часа как-то мне сегодня некогда было это я что он уже предлагает из того что я иногда ем предлагает выбрать уже готовое да можно убить самой допустим я сейчас хочу банан с кефиром это очень вкусно попробуйте ну я соответственно пишу банан баги банан баба писать бы научиться банан так вот видите есть вариант один плод целиком банан обыкновенной сервировка банан большой спелый в общем берем любой вот один плод целиком допустим я беру обычно по калорийности тот который больше ну и банан у меня реально большой где он кстати вот а кстати я напишу сейчас в граммах давай возьму весы не прям посчитаю сколько же калорий у меня там выйдет вот мой банан я сделала уже себе чайок ромашечку в обязательном порядке ну и вот я его нарежу посмотрю сколько будет того банана где-то следующий автограмм то будет ну вот смотри 136 грамм могу написать 136 иногда округляю за 140 не в свою пользу обычно округляю 136 но это же не может быть 607 калорий подожди давай другой банан выберем видите эта программа мне не нравится на что подключивает тут есть граммы сколько было 136 да вот 129 калорий это более реально ты уверен да потому что я помню как я отмечала в этом самсунге иногда для проверки я проверяю еще в гугле сколько тот или иной продукт содержит калорий потом я налью кефир 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 жирность есть один процент есть два у меня полтора но выберем допустим 2 вбиваю граммы сейчас посмотрим сколько грамм я использую ну вот смотрите 302 грамма пишем 302 грамма обновить и того съедено 265 калорий вы показано завтрак 265 калорий идеально на обед не рекомендуется есть только на ужин вот столько на перекус столько я планирую к этому сегодня сейчас еще завтраку добавить еще один сырочек первой половине дня чего себе могу позволить вот такой вот поэтому завтрак у меня будет не идеальный я сюда вот прям так и пишу название этого сырка очень часто многие продукты встречаются прям так как они есть их можно найти правильно пишу он уже было где-то не кварк на самом деле там было в этих то что я ем вот здесь где-то должно быть вот он вот прям лидл он там и учтен 513 калорий превышает на 121 смотрим вот он банан кефир а тут их два я съем только один прошлый раз видимо было два вот 389 калорий у меня уйдет на завтрак кило кило калорий в общем если бы такого сырка бы не было бы в программе в этой я сбила бы просто творожный сырок я бы не заморачивалась там таким другим составом я вбила бы просто творожный сырок нашла бы по калорийности или по массе похожие тут показывает 124 калорий в общем я нашла бы похоже и белого просто похоже чтобы общая примерно калорийность была такая я не высчитываю допустим калорийность гулеша своего там или котлеток четко как-то было дело что я пекла банановый хлеб так называемый с овсянкой и с маслом я его ела довольно часто не было интересно сколько же в нем калорий я реально заморочилась я посчитала сколько муки туда добавила сколько овсянки сколько бананов все посчитала посчитала общую калорийность взвесила готовый продукт по граммам и высчитала сколько калорийности в этом кусочке но это такие вот редкие заморочки обычно таким не занимаюсь обычно я выбираю допустим я ем куриную котлету мне там предлагаются варианты какие куриные котлеты есть я выбираю по калорийности либо среднюю либо то что по калорийнее и ее убиваю либо гуляш я вобью допустим гуляш И там будут разные виды, там свиной такой-то, такой-то, я выберу просто подходящий примерно. Ну, потому что в моем случае 100 килокалорий в сутки туда-сюда, она как бы не сильно сыграет. Таким принципом вот я и считаю калории. Если есть вопросы, пишите. Может быть, я что-то не совсем хорошо рассказала, либо не совсем подробно. Спрашивайте, с удовольствием отвечу. Милана в печали, мы обошли с ней 5 магазинов. 5, да, Милана? Ну и нашли мы платье? Нет. Нигде нет элегантных платьев. Выбор очень большой, очень много интересных вещей. Я, кстати, поняла, что я давно не гуляла в центре. Надо исправить как-нибудь это выйти в город на следующей недельке. Но нету то, что нам нужно. Милана расстроена, у нас больше нет времени искать. Мы сейчас идем в театр. На обратном пути мы зайдем в ХМ. В ХМ, если честно, мы не зашли. Мы зашли все остальные, кроме него. Я почему-то подумала, что там ничего такого не будет. Но теперь, думаю, на обратном пути, на всякий случай, зайдем, посмотрим, вдруг там будет. Милана в печали. Не плачь. Сегодня же у вас не выступление, а только репетиция. Все равно. Иду уже с спортзала за Миланой. Хорошо потренировалась. Душ по-быстрому забежала. Голову мыть не стала. Думаю, попробую сегодня скраб для головы. Я его с собой не брала. Как раз вот дома испробую. Интересно, что он из себя представляет. Сейчас, может, набрать на пути с Миланой. Зайдем еще в ХМ. Посмотрим, там какие-нибудь платья. Но вообще, я понимаю, сейчас не сезон. Ближе к Рождеству, наверное, вот самые такие пойдут. А так все такое простое, детское. Выбора, в принципе, как я уже говорила, у нас в городе особого нет. Да и в интернете я уже пошустрила. Но ничего такого прям вах я не нашла. Мода от Миланы. Сошли в магазин. Платье не нашли, но решила Милана помериться. Хочет себе такого типа юбку. Не нравятся ей вот такие кофты. Еще штаны вот такие. Такой осенненький цвет коричневый. Ей почти все штаны короткие. У нее есть такие розовые, но они не ацитироваются. Я говорю, давай коричневые в самый раз. Как раз на осень. Будем что-то мерить? Да. Давай. Ну, смотрите. Вот мы примерили штанишки размер 140. Ну, блин, только-только. Вот мы не знаем, брать, не брать. Больших не было таких. Крутись еще. Ну, по идее, как раз так вроде как. Но так как она быстро растет, я не знаю, насколько их хватит. Я слишком быстро. Ничего мы в результате Милане не взяли. Решили в другой магазин, в другой день сходим. Там будет лучше выбор. Зато смотрите, какую я пижамку за 5 евро всего нашла. С авокадиками и шортиками. Я люблю очень шортиками пижамку. Я ее обязательно возьму. Классно, да, Милан? Милан сказала, тоже такую хочет. Но детская я не видела такой. Все, мы дома. Мы кайфуем. Мы купили чипсончики и Милане. Вот такой напиток. Гадость, конечно, редкая, но очень просила. Дзирте какой-то. Конфетный вкус. Они тут с подружками тащатся от такого. Милана, один раз или два? Сколько раз ты пробовала такой? Три раза. Три раза даже? Один раз, алиминаловиковую пучку. Потом мы взяли одну бутылку. Стаканчики налили. То есть, да, они покупали. С подружками напополам наливали в стаканчики. И также, Тимурка, покажи. Новые чипсы Лейс вышли. Артем нас попросил. Точнее, не попросил. Он сам ходил в магазин и нашел. А мы зашли в другой и нашли. Лейс Subway и Лейс KFC. Кейфс, Артем уже съел? Да. Но скажу вам по секрету. Мы все решили, правильно ведь? Что эти Subway вкуснее. Да. Что-то они рифленые и как-то... Они рифленые, более насыщенные. Вообще совсем другие. Гораздо вкуснее, чем Лейс KFC. Вот такая вот реклама вам была. Все, ребят. Сейчас мы потрескаем. Посмотрим телек. И будем укладываться спать. Всем спокойной ночи и всем пока. Пока-пока. Пока. Bye. Tschüss.